Вы знаете, как виды бабочек определяют? По гениталиям. Приходили женихи и утверждались тем, что били мне в нос. То есть вы эту работу ассоциируете с работой проститутки? Не тыкают пальцами в спину, шепот догонку летит. Он женщину в небо подкинул, и женщина в небе висит. Давайте краткий мастер-класс, как научить жену зарабатывать. Вы от меня хотите минутку психоанализа, вы ее не получите. Но это была инвестиция, да? Метафора, ключик и замочек. Вы были на разрыв, да? Как любимого коня поделить? Марусь, вам этого не понять. Это как чайнику хорошую машину, да? Вы знаете, в какой стране самая полезная моча? Вы знаете, вот анекдот, когда проститутку прорабатывают на партийном собрании. Ну как ты до такой жизни докатилась? Она говорит, повезло. То есть вы эту работу ассоциируете с работой проститутки? О, как молодец, вывернуло-то. Нет, не ассоциирую с работой проститутки. У меня, когда контракт закончился, меня пригласил Максим Александрович, наш министр образования и науки, и сказал, для тебя это не чужое. Почему не чужое? Потому что Кванториум – это одно из подразделений большого детского технопарка. Туда входит в том числе программа «Сириус», туда входит программа «Шаг в будущее», «Будущее Алтая». А в программе «Шаг в будущее» я работаю более 20 лет. Я работаю с одаренными детками. У вас обычная была семья, просто мне всегда интересно, откуда вы кристаллизовываются довольно-таки нестандартные люди. Мама – учитель начальных классов, которая работала в школе более 50 лет. То есть вы читали с рождения? Я был маленький, забитый, болезненный, неяркий мальчик. И поэтому, когда приходили гости, я брал какую-нибудь энциклопедию в возрасте 4 лет и радостно ее рвал. И после этого вот мне показывали, вот, Сереженька, тебе уже 7 лет, вот посмотри, что ты сделал в 4 года с энциклопедией, а теперь у нас ее нет. А папа всю жизнь строитель. И он строил в том числе эти дома города Барнаула, например, больницы «Стройгаз». Расскажите, как в семье строителя вдруг мальчик решает стать не инженером? Сейчас даже тиктокером быть не зазорно. Кем вы хотели стать? Филологом? Нет, я хотел быть геологом. А, вы геолог? Это рюкзак, геологический молоток. А, ну это очень романтично. По горам, в горных ботинках. У меня отчасти эта мечта реализовалась, потому что у меня 10 археологических сезонов, и камешек от камешка я отличаю. Но это отчасти. А почему я пошел по этой линии? Это тоже семейная. Потому что мама учитель. И когда после 8 класса 55-й школы, тогда это называлось, профессионально-технические училища называли фазанки в просторечии, мне учителя сказали, Сереж, ну не тянешь ты. Ну не тянешь, не берем мы тебя в 9 класс. Иди в фазанку. Я посмотрел по сторонам, и мама сказала, педучилище, будешь как я. Я 4 года педучилище, Барнаульское педагогическое училище номер 2 сформировало меня как личность. По одной единственной причине. Что было около 1000 барышень школьного и дошкольного обучения, готовили воспитатели, училили начальные классы, и я один. Я думаю, что вот эти 4 года, они меня сформировали очень серьезно. Вы были на разрыв, да, там? Да, приходили женихи, утверждались тем, что били мне в нос. Это было совершенно чудесно. Это тогда вы боксом завелись? Вот именно тогда я принял решение, что надо осваивать какое-то боевое единоборство. После третьего раза, когда сломали нос, я сказал, ну надо чему-то учиться. И, наверное, аура, которая от меня исходила, она уже все эти приключения прекратила. Меня почему-то бить перестали, хотя я сам никого не прикладывал. Вот вы заканчиваете это училище, и дальше что? Это 1990 год. 90 год, идти в школу, это то же самое, что покончить с собой примерно. У папы высшее образование, у мамы высшее образование, старший сын получился с фазанкой. Поэтому я думал, что я пойду куда-то дальше. Я поступил в Бийский пединститут по одной единственной причине, что там был удивительный факультет, который назывался «Естфилин». История филологии на странный язык. И я подумал, что я вот это все в себя возьму и буду универсальным солдатом, Паскалем, Леонардо да Винчи, все что угодно. А как вы за эти четыре года преодолели вот эту пропасть между мальчиком, который не тянет даже девятый класс, и вдруг желанием быть Леонардо да Винчи? Я думаю, что это дело в учителях. Потому что в педучилище работали удивительные люди, удивительный преподаватель геометрии, удивительный преподаватель физики, которые на пальцах могли объяснить, вот эта плоскость, вот этот луч, они между собой пересекаются. И благодаря им в девятом классе у меня проснулся интересы к физике, геометрии, к алгебре, которых я в школе совершенно не понимал. А более того, если ты хочешь чему-то научиться, надо же начать это преподавать. И когда ты в это погружаешься, ты начинаешь говорить, о, есть вот такой закон той или иной науки. И это стало интересно, и я стал учиться. Вы вообще себе представляли, что вы в школу после этого пойдете работать? В определенных направлениях я учился очень хорошо, и более того, коллеги-преподаватели говорили о том, что тебя ждет наука, потому что это твое. И я где-то с курса третьего уже мыслил себя как человек, который будет работать с текстами, который будет писать книжки, диссертации и прочее, прочее, прочее. Но это пришло не быстро, но когда ты в определенном круге понимаешь, что это твое, это начинает работать. Еще одна существенная капля, которая эту чашу переполнила, это была Денисова пещера. С 1991 года я 10 лет полевых сезонов ездил туда летом, бросал все и уезжал. И уже даже когда работал преподавателем, говорил, я никогда в приемной комиссии не участвую, потому что меня ждет поле. И увидел, что великие люди, которые открыли, например, человека алтайского, хомо-алтаенсис, они такие же, как Маруся, как Ксения, как я. И можно заниматься наукой, это не небо жителей. И вот тогда это все случилось. А как вы себе представляли то, чем вы будете все-таки зарабатывать на жизнь? Я бесконечно признателен родителям, которые меня поддерживали, вели по этой линии, и финансово, и по всем другим направлениям помогали. А то, что касается зарабатывания средств, я с 1993 года начал работать в туристическом бизнесе в качестве гида-экскурсовода. Меня приглашали на ВИП-гостей. Я, как молодой ученый, рассказывал им, как устроен алтай, седлал коней, садил седло, осуществлял недельные переходы и прочее. И вот это давало эти деньги. За лето я зарабатывал столько, сколько мне хватало на целый год. Вообще вы человек прихотливый в быту? Абсолютно. Нет. До последнего момента, например, был у меня опыт, когда меня звали читать открытые лекции в Москве, мне спрашивали, что. Ну, достаточно кровати, горячей воды, электричества. Можно быть неприхотливым мужчиной, но как только у тебя появляется жена, сразу нагрузка финансовая на мужчину сразу начинает расти. Вы как-то изменили вообще свои подходы к зарабатыванию денег, когда замаячила ваша супруга нагрузка? Я научил всему жену, и она стала в семью зарабатывать деньги. А как это? Ну-ка, давайте краткий мастер-класс. Как научить жену зарабатывать? Ну, смотрите, Лизу, которая моя жена, я соблазнил очень простым способом. Я ей сказал, мы с тобой пойдем в конный поход на Бощелахский хребет. Посадил ее на коня, и мы пошли на Бощелахский хребет, и с нами еще одна семья была, там пять человек мы пошли. Ну, представляете, высота за 2000 метров, белки, ледники кругом, курумник, красота не обогнал. Вы очень хитрый человек. Звезды можно трогать руками. Только что тебе принесли бегающего еще 20 минут назад барана. Ты на углях великолепно сделал необходимое, сварил шурпу, угостил, а потом взял под руку и сказал, дорогая, я тебе подарю эту звезду, а дальше хух, хух, хух. Во второй поход Лиза сказала, у тебя прекрасный конь Рубин, который тебе дают в походы, теперь он будет мой. С этого все началось. Теперь она водит конные походы, за лето у нее 6-7 групп, и она делает это с огромным удовольствием. А вообще, кстати, это объединяет или наоборот, это поле для конфликтов, когда мужчина и женщина... Как любимого коня поделить? Марусь, вам этого не понять. Как поделить коня? Рубина, Воронова, с длинными ногами, который идет так, что не трясет это чувство. Это как чайнику хорошую машину, да? Ты будешь... Нет, машина это для тех, у кого комплексы, а вот кони это для взрослых. А вы разрешили тогда Рубину-то взять, нет? Отдал я. Благословил ее. Но это была инвестиция, да? Да, это была инвестиция. В долгое будущее, счастливое. Нет, на самом деле, последних 10-15 лет я зарабатывал неплохо, потому что я же поднимался по карьерной лестнице определенно. Декан получает зарплату немножко другую. Какая сверхзадача Кванториума? Ну, сверхзадача одна единственная. Вот здесь я буду оперировать какими-то чиновничными формулировками, потому что они работают. Последних 30-40 лет мы в централистской модели живем, когда жителям Москвы, Санкт-Петербурга, да даже того же Новосибирска, у детей куда больше возможностей, чем у детей Алтайского края. Вот последние решения правительства, здесь я абсолютно уверен, не для пропаганды и пиара говорю, они позволяют говорить, что выделяются огромные деньги, но построили же, закупили оборудование, каждый год в рамках нацпроектов дают какие-то денежки. И у нас порядка более 500 человек бюджетный набор, абсолютно бесплатно приходят детки, у которых вот так горят глаза, и они и год, и второй, и третий продолжают обучение. Ну, вот 17 лет это уже верхняя граница, а потом идут в профессию. Кванториум работает не так много, но я думаю, что через 5-6 лет мы уже начнем видеть тех, кто на совершенно другом уровне, закончив университет, и по всей стране будет двигаться в этом направлении. А сами вы умеете со всеми этими? Вот Артем Александрович, Дмитрий Александрович рассказывает о том, что лучше всего получается летать, а я эти варианты высшего пилотажа видел, когда вот через эти отверстия, когда вам могут на затылок сесть и при этом не повредить вашу прическу этими четырьмя винтами, лучше всего управляют ими детки, у которых есть музыкальное образование. Те, кто на скрипке играет, те, кто фортепиано пальцами чувствует, они вот эти джойстики, эти манипуляторы ощущают очень-очень хорошо. Поэтому я с ними на одну поляну никогда не встану. У меня этих навыков нет, но их, наверное, надо осваивать, потому что за этим будущее. А как вы считаете, чем вот эти дети, это новое поколение отличается, например, от вашего поколения? Если бы я мог сделать там хирургическую операцию, трепанацию и заглянуть в череп молодежи, я бы вам дал ответ на этот вопрос. Я со своими студентами-то не могу понять, как они размышляют, как они строят свои мыслительные процессы. А уж вот эти детки, это инкогнито, я думаю, что они нас через некоторое время очень удивят, и вашу дочь тоже. А почему вы так думаете? Ну, потому что они совершенно однозначно по-другому мыслят. Потому что мы, когда с вами учились, формировали свои алгоритмы мышления, у нас все строилось на запоминании. Школа строилась на запоминании. Сейчас им запоминать ничего не надо. Ты нажимаешь две клавиши, и какая-нибудь смешная Википедия тебе дает по полной расклад. Более того, я уж не знаю, как делать, но студенты на лекции проверяют, сидят. Ты говоришь, да, тут число, они хоп, тут же сбивают. Я говорю, да, это так, или нет, это не так. А вас это не бесит? Меня это не бесит. Но у меня на занятиях телефонов нет. А почему? Ну, потому что преизрядное количество молодых людей имеет зависимость от гаджетов. И когда ты ему что-то рассказываешь, он все равно слушает тебя вплохо. И плюс к этому надо рассказывать так, чтобы не было желания заглянуть сюда. Руки их занимать чем-то. Вот, кстати, вот про вашу работу декана. А вот когда вы стали деканом вот этих букв, которые там у вас, вот эти ФФ, ну, понятно. ФФ, да, филологический факультет, ФФ, ФФ, я бы сказал. ФФ, да, вот этих вот букв. Вы там были примерно как Капков в Москве. И вот он Капков, он пришел, и все говорили, ну, сейчас, вот смотрите, как все меняется, как все по-хипстерски стало модно, и при этом понятно, и смыслы. И то же самое говорили и про вот эти ФФ. Вот. Вы когда туда приходили, вы какую сами для себя задачу-то поставили для работы на факультете? Потому что, ну, мы же понимаем, где как бы факультет, а где там реальная журналистика, где наука. Ну, Марусь, я вашу точку знаю. Не, я уже, кстати, поменяю. Вы сходили на два занятия, сказали, на журфаке ничему не учат. И когда я вам приводил аргументы о том, что, так вы сходите на еще на семь занятий, тогда вы сделаете вывод. Нет, нет, прошло семь лет, моя точка зрения поменялась. Я искренне теперь считаю, что нужно в магистратуре учиться людям, которые хотят заниматься наукой. А те, кто хочет заниматься, ну, журналистикой полевой, наверное, им нужно идти в фазанки. Вам понравилось это слово? Вот, фазанки. Обалденные. Ну, эта история же очень длинная, потому что я в 2011 году умер у меня отец, и мой мир потребовал каких-то кардинальных изменений. Когда уходит очень близкий человек, с которым ты тесно связан, надо было что-то менять. Вот в январе он умер, а через короткое время Сергей Валентинович Жемлюков стал ректором Алтайского госуниверситета. Ему нужна была своя команда. Валентина Дмитриевна Мансурова позвонила и сказала, ты будешь пресс-секретарем. Я такой вот совершенно демократичный человек, джинсовой рубахи, в джинсах небритый, пришел к Сергею Валентиновичу, всегда безупречному. И мы с ним поговорили, он сказал, ты будешь пресс-секретарем. И вот первый год Сергея Валентиновича мне было очень комфортно, потому что это был год каких-то кардинальных решений, когда все строилось, менялось, ремонтировалось, обновлялось, цели большие строили. В этом году приехал единственный раз за историю в Алтайский госуниверситет президент России Медведев. Я вот, кстати, был на вашем месте, как главный пресс-секретарь, держал оборону, потому что «Эхо Москвы», «Новая газета», «Дождь», звонили, говорили, у вас сейчас студентов забили гвоздями в аудитории, потому что президент... Я говорю, да приезжайте, смотрите, как все это забили. ФСО там ходило. Это было славное время, это было замечательно, я многому тогда научился, а еще через год та же Валентина Дмитриевна сказала, «Ты будешь моим преемником». И, честно говоря, мне страшно не хотелось вот с этого места, где я креативил, как каждую неделю у нас была пресс-конференция на каком-то факультете, где мы показывали ученых и рассказывали, вот Алтайский госуниверситет. Это люди, не чиновники, а люди, которые делают такие открытия. И, честно говоря, мне страшно не хотелось становиться деканом журфака. Я стал деканом журфака, год отработал, и начались эти проекты объединения, когда появились буквы «Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии». И тогда в очередной раз ко мне прилип ярлык, что вот это будет могильчик филологического и журналистского образования, потому что и общественные науки, и гуманитарные сливали в нечто общее. Но я-то уже за год декана журфака вкус-то почувствовал, это же можно же с шашкой наконец скакать. Смотрите, ну с одной стороны вы почувствовали вкус с шашкой на коне, а с другой стороны мне кажется, что более консервативных институций, чем институты, и во-вторых, более зашоренных в плане какой-то бумажной работы, объяснительной какой-то работы. Как вы вот из этого всего выруливали? У меня есть определенные заслуги, открытие новых направлений и прочее, прочее, прочее. И уход от этих каких-то формальных вещей, о которых вы говорите. И коллег я сильно не напрягал, но пусть об этом лучше расскажут те, которые работали вместе со мной и в тесном сотрудничестве. Потому что вот я сейчас пришел с Алтайского госуниверситета, и я там слышу непопулярные решения, коллег говорят, так это ж Мансков сделал. Я вот со 2 сентября ушел, а мне говорят, да это Мансков же. И я говорю, ну классно, пусть это будет мое и так далее, и так далее. Обид у меня абсолютно никаких нет. Плюс Алтайский госуниверситет последних несколько лет впереди планеты всей. Министерство принимает непопулярное решение, можно подождать 2-3 года для реализации его, а мы впереди всей планеты. И поэтому мы бесконечно меняем программу, поэтому мы бесконечно меняем РПД, поэтому мы преподавателям делаем нагрузку в 3-4 раза больше, чем им надо это делать. Когда это складывается с пандемией, это гибель, потому что преизрядный исход и не только сагун, но и с других вузов начинается. Если у тебя зарплата 22 тысячи, я лучше пойду, он кассир, маникюрщица пойду, говорит коллега, дама-доцент. Маникюрщица в неделю получает больше, чем я за месяц. А это же искусство. У вас появился какой-то внутренний перелом, когда вы поняли, что вот это уже вот я уже здесь ничего не смогу сделать, того, чего я хотел. Ну, если бы это случилось по щелчку, то, наверное, какой-то внутренний перелом был. Процесс этот длительный был, происходило все это плавно, и вот какого-то внутреннего. Когда закончился мой контракт 2 сентября прошлого года, я к этому был готов абсолютно. У вас был разговор о том, чтобы вам дальше продлить контракт? Изначально деканов выбирали, выбирали на 5 лет. Потом Сергей Валентинович принял решение, что некоторых деканов надо выбирать на 3 года. Потом Сергей Валентинович вместе с ученым советом, который транслировал его мысли, принял решение о том, что надо выбирать на 1 год. И вот так получилось, что последние выборы, в которых я участвовал, мне дали срок 2 года. А когда 2 года закончились, руководство ВУЗа приняло решение, что теперь деканы не выбираются, а назначаются. И вот играть, я был абсолютно уверен, что меня выберут. Не потому, что я хороший, а потому, что была временная дистанция 8 лет. За 8 лет появляется огромное количество людей, которым ты доброе дело сделал, тебе сделали доброе дело, есть хорошее сотрудничество. Ну, а когда это все назначается, я вот с ужасом, я вот сейчас по всем прогнозам новым директором объединенного большого института, как 1 сентября он случится, будет Лариса Ивановна Нехведовича. Я с ужасом думаю о том, что ей предстоит. Почему? Ну, потому, что когда в одну телегу впрягают коня и трепетную лань, когда планируется большой исход, когда объединяют кафедры, а у нас же, когда объединяли кафедры, происходили интересные вещи. У нас лучшая профессора, она ушла, сказал, я не буду на одной кафедре работать с теми, с кем мы раньше были. В чем проблема, в чем боль, почему невозможно работать вместе и объединение? По-вашему, например, это не есть хорошо. Но если мы ориентируемся на баллонскую систему, если мы ориентируемся на западные модели, если мы смотрим на университеты, которые входят в топ-100 мира, там же совершенно другие условия для преподавателей. Они читают минимальное количество часов. Они ведут нагрузку такую, которая позволяет им писать интересные индексируемые статьи и совершать свои собственные научные открытия. А у нас это объединение в том числе дает совершенно обратный эффект. Как это могло по-другому развиваться? Вот ваше видение. Ну, специалисты по развитию образования есть такое мнение, оно одно из, говорит о том, что вы нас не трогайте некоторое время, лет 10, и все будет хорошо работать. Потому что потерять кадры очень легко, а найти кадры 30-40 лет для того, чтобы создать лабораторию. Прекрасная метафора, сегодня мы садим картошку, а завтра мы ее выкапываем для урожая, говорим, а чушь по одной-то лунке, а не 50 штук. Вот. вы даете возможность, например, бакалавру учиться на удаленке без потери качества. Это реально? Маруся, ну вот смотрите, вот все слушают курс философии, но философия для физиков — это одно кино, философия для пиарщиков — это другое кино, философия для политологов — это третье кино, и каждый преподаватель, который вел на определенном направлении, делал поправку. Вот это нужно политологам, а вот это нужно религоведам. И подбирал тексты, трактаты для того, чтобы это работало на профессию. Сейчас студент придет домой, откроет Zoom и послушает одну общую лекцию по философии для всех. — А, это вот так. — Для всех. — Все понятно. То есть там нету, грубо говоря, я-то думала, что это будет просто та же самая история, только транслированная через, ну, другой какой-то там ключ. А тут, оказывается, это все-таки будет отличаться. Ну, то есть это будет унифицировано очень, да? — Красивое слово. — Унифицировано. — Ну, это, допустим, наверное, сокращает расходы, правильно, университет? — Правильно. — Это для этого делается? — Я не знаю. Вот мне никто ни разу не ответил на вопрос, зачем создание институтов, зачем назначение директоров и зачем создавать единый какой-то вот... — Вот, я как раз это и хотела спросить. Кто-нибудь вам объяснял мотивировка вот этого всего? — Нет, никто не. — Ну, мы должны идти в рамках общих тенденций. Но есть же разные тенденции, общие. — Как-то, вот вы, будучи над мердиканом, вы ориентировались, вы думали, что нужно с мям? — С мям? — С мям. Что нужно? — Маруся, вот возвращаясь, вы простите, что я к этому апеллирую. — Не-не-не, вы побейте, побейте, я готовилась. — Вот если вы чуть подольше бы понаходились, вы бы пообщались с Олегом Геннадьевичем Купчинским, который преподает, который в профессии всю жизнь. Вы бы походили на учебно-производственную кафедру «Алтопресса», где раз в неделю проходят занятия и преподают журналисты, которые в профессии одни из лучших. Если мы говорим об издательском доме «Алтопресса» на «Толке», то он входит в топ-5 лучших частных издательских домов России. Если бы вы посмотрели на базовую кафедру, на ГТРК, и посмотрели бы те проекты, которые, например, к юбилею «Победы» наши студенты делали, и таких примеров очень-очень много. Но мне кажется, это не то, что оторваны от профессии, это в профессии, а то, что вам дают фундаментальные знания философии, языка, произнесение правильной речевой культуры, но это никто не отнимал. И когда ты общаешься с журналистами, которые побежали делать репортаж о спектакле, не читая там «Чехова дядя Ваня», делать репортаж о дяде Ване, но для меня это стыд-позор. Вот правда. А таких журналистов произрядное количество. Вот вам фундаментальное, вот вам практическое. Посмотрите те кейсы, которые были сделаны за этот период на разных телевидениях, в том числе на толке, по-моему, что-то делали. Ну, кстати, на толке ничего не делали, потому что не давали вы своих студентов на практику. Ну, потом уже. Когда-нибудь кто-нибудь вам говорил, Сергей, вот на такие-то каналы мы студентов не отправляем, потому что они критикуют Александра Богдановича. Марусь, я в этом плане счастливый человек. Говорят тем, кто слышит. А для меня вот этой разницы толк или там Катунь-24, для меня ее нет. Если у вас работают профессионалы, которые могут дать, я туда отправлю студентов. Студенты к вам на практику ходили. То есть вы такого... Мне так... Нет, я знаю, что такие разговоры могли быть, но со мной эти разговоры не вели. То есть вам такого никогда не было? А из эпохи Александра Богдановича, ну, тут, наверное, другие какие-то истории могут быть, но это же эпоха ушла. Вот, например, Миша Гундарин страшно не нравился Александру Богдановичу. Да, было такое. И да, мне говорили, что... А что Миша работает? Он же губернатору не нравится. На что я отвечал, он хороший заведующий кафедры. И он продолжал работать. А вы, кстати, как относитесь к тому, что письмо становится электронным? У меня в ящике стола лежат плотные куски бумаги. Я не выкидываю картонные коробки, я не выкидываю упаковки от детских подарков. Я не выкидываю старые календари, я их режу на ленты. Это очень модно. Я режу их вот так и пишу себе задачи ручкой, которые мне нужно выполнить сегодня-завтра. А потом синим маркером, на котором, кстати, написано толк, я вычеркиваю вот те задачи, которые сделал. Если я буду вбивать свой ежедневник, который у меня есть в разных программах компьютера, я в него заглядываю, когда это касается календаря, я вбиваю события, когда и где мне надо быть, чтобы была последовательность и отражалась на моем телефоне. Открываешь и видишь, когда тебе где надо. Но по задачам мне нужно написать ручкой, мне нужно прописать в подкорку, и мне нужно потом вычеркнуть, что я сделал. Вы знаете, как виды бабочек определяют? По гениталиям. Я не в ту профессию пошла. У бабочек? Да. Оказывается, оказывается, пишите, пишите, пишите. Мы пишем, пишем. Оказывается, что у бабочек очень непростые генеративные органы. Потому что, когда студентам увеличенное под микроскопом изображение показывают, они говорят, это напоминает вертолет Леонардо да Винчи. Наверное, это модель. Обалдеть. А как они два вертолета там соединены? Метафора. Ключик и замочек. И только к этому замочку подходит этот ключик. Вот феромоны те же, морфологические признаки те же, а ключик не подходит. Как красиво, да? Я здесь не самый большой, глубокий специалист, поэтому. А в чем вы считаете себя глубоким специалистом? Я книжки читаю. Какие? Да разные, нонфикшн и фикшн и прочее, прочее, прочее. Я вот из того редкого, из той редкой когорты, которая называется книголюбы, книговеды, книгачей и прочее, прочее, прочее. Но сколько книжек вы читаете за год? У вас есть какой-то? Я не могу посчитать, но в неделю одну книгу я железно прочитывал. Я могу одну слушать в машине, а другую читать на кровати, на прикроватном столике лежит она. Бумажная? Бумажная. Электронные книжки читается? Это в силу необходимости. Вот недавно мне надо было, необходимо было собрать сочинение Леонида Леонова, а это 16 томов, и найти там несколько фактов его биографии, сверить с текстами. И купить я их не мог, даже в Букинисте, потому что издавали давно. А скачать в ФБ2 формате легко и найти. Вот тогда я к электронным книгам прибегаю. Если нет бумажного аналога, тогда да. Если пулевое, ножевое, там какое-то ранение, ты лежишь в больнице, тогда тоже электронная книга очень удобна. Как часто вам приходилось после пулевого или ножевого ранения считать? Раз в 5-6 лет меня туда доставляют. Сам я в больницу не прихожу. А вы, кстати, когда-то думали, от чего эти болезни у вас? Я знаю. Отсюда и отсюда. И никогда не было идеи выключить мозг и остановить сердце? Нет. Такой идеи у меня никогда не было. Вот если вы будете беседовать с доктором медицинских наук, психиатром Строгановым, он скажет, что для того, чтобы быть счастливым и здоровым, необходим ряд условий. Общаться только с приятными людьми, слушать только хорошую музыку, хорошо бы не выходить из дома и прочее, прочее, прочее. Вот если все эти условия соблюдать, тогда все будет прекрасно. Но мы с вами в современном мире и не всегда это получается. Ну да, особенно не выходить из дома. Хотя, вот судя по последним... Александр Евгеньевич, простите, что перебиваю, с начала эпидемии... Поменял мнение? Нет, нет, нет. Сидит дома и говорит, я самый счастливый человек. И все дураки, кто не ценит эту составляющую. Я из разряда дураков. Вы все-таки выбегаете. Вы бегаете. Я бегаю. Ну я понимаю, как можно, грубо говоря, раскрутить там, наверное, геном, посмотреть, какие там у него части, посмотреть. Вы там, в своих этих книжках, что рассматриваете под микроскопом? Лапки каких животных вы там пересчитываете? Ключик и замочек, гениталии, каких бабочек вы рассматриваете? Вот. Я гениталии ни бабочек, ни писателей не рассматриваю, потому что это не мой объект интересный. Ну вот, то, что касается литературоведения и филологии, это же материка и океан. Ну, самый простой вариант. Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат. Прежде чем съесть кусок мяса из супа, накалывал его вилкой или брал его ложкой и тщательно обнюхивал. Он постигал мир разными способами восприятия, в том числе альфакторным, когда человек вдыхает запахи, и запахи дают общую картину мира. Когда мы анализируем его тексты, мы видим, что в антоновских яблоках способов восприятия много больше, чем у его современников Мережковского, Бориса Зайцева, Ассоргина и многих-многих других. И тогда мы можем на уровне биографическом сказать, что чем сложнее способы восприятия мира, тем сложнее они транслируются в текст. Увидеть, как размышляли люди 20-30-х годов 20-го века, мы с вами в машине говорили о советской литературе, и как этот срез работает через тексты, это тоже совершенно чудесные наблюдения, которые позволяют проследить путь создания того или иного текста. Ну и кроме того, если вы занимаетесь поэзией, то это единственный возможный порядок слов. И здесь, если бы я встал на позицию метафизики, а откуда они берут эту информацию-то? Откуда это откровение? Ну, вы считаете, что это откровение? Это откровение. Прекрасные золотые корешки. Убить ниндзя может только ниндзя. Пушкин. Цветок засохший безыханной, забытый в книге, вижу я, и вот уже мечтой странная душа наполнилась моя. Времени у нас часок, дальше вечность друг без друга, а в песочнице песок утечет, что меня к тебе влечет вовсе не твоя заслуга, только страх, что розащека цветет. Рубальскую не могу цитировать, не знаю. А как она затесалась? Не знаю. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Ярозе, ну и так далее. И каждого можно. Хорош пулка. Рекомендуете, да, прям? Нет, вот если убрать Рубальскую, вытащить? мы, сейчас никто не умеет. К Дмитрию Быкову отсюда. А дальше, а дальше, быть как солнце, по вечерам над ресторанами, мурка, не ходи, там сыч, на подушке вышит, мурка, сера, не мурлыч, дедушка. Вот это вся полка работает. А вы отделяете личность писателя от его политические взгляды? То, в каком контексте он жил от его произведения? Ну, контекст всегда важен, но говорить этого писателя я не буду читать, потому что он занимается политической деятельностью, я никогда на такой позиции не стоял. Вот в прошлом году по итогам 2019 года я проводил публичную лекцию в АГУ, где рассказывал о главных книгах 2019 года. И на афише собрал эти главные книги, и вот с этой пачкой книг сделали фотографии. И один мой коллега, выходец из Тартовского университета, сказал, я вот хотел перепостить, но увидел, что у тебя там книга Захара Прилепина, я не буду постить эту афишу, потому что ты будешь рассказывать про Захара Прилепина. Вот эта позиция мне абсолютно не близка, потому что есть писатель Захар Прилепин, есть мужчина-воин Захар Прилепин, есть политический деятель Захар Прилепин. Да, эти вещи где-то пересекаются, но настоящая литература, она вот лишнюю пену убирает и сохраняет все-таки свою художественную эстетическую ценность. Смотрите, сколько книг медицинские, психологические, бизнес-тренирологические, вот это вот все читаете? Ну, есть какие-то фундаментальные вещи, например, Киосаки, богатый папа, бедный папа, есть книжка Черный лебедь, Антихрупкость, Носима Талеба. Талеба, да, все, вот этих двух книг по экономике, психологии и как перестать жить и начать беспокоиться мне оказалось более чем достаточно. Ну и честно говоря, я вот всегда чешу затылок, когда нахожу книжку там психоанализ за 10 минут или там узнай всю античность за 12 минут. А вы как-то с высока к этим книжкам относитесь? То есть, вы вот читаете, например, Носима Талеба, а там с точки зрения литературы ну, как бы никто не заморачивался. Все то, что касается переводов, это переводы. И у меня вот есть комплекс, что я не знаю миллион иностранных языков и не читаю на них. Вот это мне позволяет... Почему? Ну, переведите мне на английский язык дым табачный воздух вывел. Комната, голова в корученых оскомаде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленных гладил. Сегодня сидишь, вот сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, изругав. Мутный передний долго не влезет, сломанная дрожью рука в руках. Переведите. Да никогда в жизни никто. То есть, Шекспира нужно читать только в оригинале? Абсолютно точно. Наши дети будут читать Шекспира в оригинале. Договорились. Хорошо. Смотрите, здесь у нас есть современная литература. Давайте выберем на ваш вкус топ-5 писателей, которые точно должны... Топ-5 книг, наверное, писателей, которые должны стоять на полке у каждого человека. Я затрудняюсь. Вот эту книгу я купил. И она у меня лежит на книжном столе. Это Леонид Юзефович, Фил Элин. Леонида Юзефовича я купил, почему? Потому что это удивительный человек, который в позапрошлом году взял большую книгу за свое произведение «Зимняя дорога». С его песчаного императора, Барони Унгерни, который ушел в Монголию, там превратился в военное божество, по мнению китайцев и монголов, «Я пристально слежу 30 лет». Вот эта книга у меня лежит, я ее обязательно прочитаю, потому что я читаю все книжки Леонида Юзефовича. Вот тут я нашел свое. Давайте искать дальше мое. Вот, прекрасно. «Сальников», открытие трех последних лет. Уральский писатель, который рвет шаблоны. Петровый в гриппе как раз. Ну и Петровый в гриппе, другие его книжки опосредованы, отдел, они весьма-весьма хороши. Роман Сенчин, прекрасный. Вы, кстати, его каким элитарным считаете писателем? «Сальников». Он где-то на границе между билетристикой и элитарным. Вот, как вы относитесь к тому, что такие писатели быстро становятся попсовыми? Потому что, например, Петровый в гриппе даже экранизируют сейчас. И там, прости, господи, Саша Петров играет главного героя. Что вы Сашу Петрова не любите, что ли? Ну он просто во всем играет. Он так стихи читает. Я не слышала. Вы не слышали. Дома, сегодня вечером, смотрим, как читает стихи Александр Петров. Договорились. Фильмы с ним не смотрите. А стихи слушать? Все, хорошо. Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь в пространство, услышать будущее узов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, отчерчивая на полях. Ну и как вы к этому относитесь? Потому что... Ну, его же попсовым сделают. Ну, есть Алексей Иванов, у которого есть попсовые книги, такие как «Пищеблок», а есть книги великие, такие как «Золото бунта» и «Сердце пармы». То, что сняли его таболы, он убрал свою фамилию как основа литературная, ну, весьма-весьма показательная. Поэтому, ну вот, сегодня есть возможность писать и такие, и такие книги. Еще одну книгу, кого вы тут выберете? Я бы хотел найти Сергея Самсонова, который в прошлом году был для меня открытием. Он вообще никак не распиарен, он не собирает великих премий, по-моему, только «Ясную поляну» ему однажды дали. Человек, который обладает стилистикой Набокова, но говорит о сегодняшнем дне. И держаться за землю, и ноги, и другие его книги, они ультрасовременные, и они очень интересны. Вот «Держаться за землю» это события хода на Донбассе. Одно дело читать того же Прилепина, который уже две книжки о событиях на Донбассе выпустил. Другое дело читать какую-нибудь публицистику украинскую, для того, чтобы сформировать объемный взгляд. А третье дело, это когда ты читаешь художественный текст, построенный по законам художественной литературы. Вот Сергей Самсонов «Держаться за землю» это из разряда как раз таких книг. Сергей Павел Силукин в этом году меня просто убил. Я купил его книжку «Добыть Тарковского», радостно ее прочитал. Это была та редкая книга, когда я местами, долистывая до какой-то там сюжетной коллизии, начинал хохотать в голос, потому что это было правда классно. Про маленький уральский город, где все пьют и живут отвратить, но при этом они живут интересной, полноценной, пропитанной откровением к жизни. Но это мир, похожий на миры, например, Звягинцева? А то по описанию. Нет, нет, нет. Ну, Звягинцев – великий режиссер, у которого отрезали чувство любви. Ну, вот я смотрю его фильмы, и я вижу, что ну, по картинке это великолепно, по монтажу это великолепно, по темпоритму это хорошо, историю библейско-архетипическое, начиная с его первого фильма «Возвращение». Ну, там любви нет. Вот ты стоишь в морозильной камере огромной, и у тебя никаких шансов в этом мире нет. Вот это Звягинцев. Конечно, он востребован на разного рода европейских и американских фестивалях, кинофестивалях, потому что, с одной стороны, Европа переживает вот этот момент индивидуализма, эсхатологии, трагичности бытия, а с другой стороны, Россия – это рашка. Вот и все. Типичная история такого пассионария – это помимо его развития и какого-то там вклада в науку, во что-то такое очень важное, какие-то там взгляды политические, есть еще какая-то порочная сторона. Вот у вас, какая ваша темная сторона, господина Монскова? Вы от меня хотите минутку психоанализа, вы ее не получите. А вы, кстати, как-то анализируете себя, или вы не любите эту рефлексию? Я мудрый, красивый, хороший и крепкий, как будто змея. Я женщину в небо подбросил, и женщина стала моя. Когда я с бутылкой массандра иду через весь ресторан, весь пьян, как воздушный десантник, и ловок, как горный баран, мне тыкают пальцами в спину, шепот до гонку летит. Он женщину в небо подкинул, и женщина в небе висит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если бы я вот на такой позиции стоял, ну я бы был счастливым человеком. Когда ты знаешь, что ты делаешь только правильно, когда ты абсолютно уверен в своей правоте, ну так же легче жить. Но вы стоите на такой позиции? А почему? Потому что я всю жизнь занимаюсь русской литературой. Русская литература это русская ментальность. Русская ментальность подразумевает главный тезис, что умный человек не может быть счастливым. Я недавно поняла, почему я не очень, почему мне больше нравится, например, латиноамериканская литература? Вы в подлиннике читаете? Нет, конечно. Ну так что так? А, то есть это не считается, да? Конечно, не считается. Это вы читаете переводчиком. Ну хорошо, но мне нравится, допустим, Картасар больше, чем Толстой. Я не знаю, наверное, в ваших глазах это будет преступлением. Спасибо, интервью закончено. Все, я ухожу. А вот в этой латиноамериканской литературе они там выражают детей, занимаются любовью, пьют вместе, макароны какие-то варят. Ну что-то как-то так. А у Толстого люди, когда... Я вам сейчас двойку поставлю. Когда влюбляются... Вы какую книжку Толстого любите и знаете? Ну я... Ну, например, мы с вами поговорим. Давайте Каренина, например. Анна Каренина. Считаю, что не очень. Как-то немного плосковата Анна. Анна плосковата получилась. Да как она плосковата-то? Лев Николаевич задумывал, когда только создал счастливый брак, и первый том Анны Карениной, когда он Анной Карениной любуется. Потом случается Арзамасский ужас. Он полностью себя переосмысливает, начинает к женщинам относиться, к Софьян Древний совершенно по-другому. И пишет второй том, где совершенно другая Анна, где есть жесткий диагноз. Анна, одной из великосветских дам, говорит, я не хочу иметь детей, потому что тогда меня разлюбит мой новый супруг. И для Толстого это клеймо. Там и чай пьют, и чашечки, и все остальное есть. И это много круче вашего, как вы сказали, Борхеса, Маркеса, Картасара. То есть, ладно, тогда научите читать книжку. Я тоже хочу как-то проникнуться к Леву Николаевичу. Я для того, чтобы к нему проникнуться, даже подписалась на телеграм-канал Толстой Every Day. Там каждый день... Вот вы сами себя выдали. Канал, он лучше Толстого много. Марусь, может, не надо? Может, не надо? Ну, то есть, вы считаете, что... 90% людей делятся на тех, кто любит или Толстого, или Достоевского. И только 10% есть, которые любят того и другого. Вдруг вы из Достоевского, вдруг вам надрывы, внутренние разломы, самокап... Ваша... Вам зачем светлый, чистый, толстой, солнечный? А... То есть, толстой, он еще и солнечный считается? Конечно. Понятно. Есть какая-то методика, как человеку, которому приятно читать, который любит читать книжки, но как чуть-чуть поглубже понимать это? Вот я знаю, что я как-то вот этим увлеклась, потому что я тоже люблю почитать книжки, и я, например, нашла интересную методику, когда ты читаешь одновременно и книгу, и критику. Но меня это немного сбивает, потому что я начинаю путать свое восприятие от книги с тем, что о ней уже написали очень умные люди, вроде вас. Донцова, Маринина. То есть вы как бы... Я больше не знаю этот ряд. Почему? Вы как бы снизу... Нас скинули, да? Не-не-не-не, я объясню почему. Я не противник этих авторов. Чтение необходимо для того, чтобы развивать нейронные связи. Чем больше у вас нейронных связей, тем больше у вас возможностей постижения. Нейронные связи лучше всего развиваются, когда работает механизм эмпатии. Супереживание. Вы читаете книжку, вы там. Вы внутри, вы переживаете эту жизнь. Тогда ваши нейронные связи развиваются. Вы можете взять Гузель Яхину, Зулиху, или там, Дети мои, и туда занырнуть. Женское чтение. Вот мне кажется, любая девушка должна прочитать Зулиха, открывая глаза, потому что это большая книга, которая объясняет. И каждый мужчина, для того, чтобы понять, как устроена женщина, должен эту книгу прочитать. Это довольно легкое чтение, потому что пишет сценарист по образованию, и там все визуально хорошо наблюдается. Но если у вас работает Маринина и Донцова, вы туда заныриваете, присылаете, или там Акунин со своим Фондорином, то вы все равно развиваете. И вот когда у вас этот читательский рефлекс будет, тогда вы будете шагнуть способны до Шишкина, до Водолазкина, до других современных авторов. Есть разница реально между читателем, допустим, Марининой и читателем Набокова? Разница есть между этими людьми или и тот, и другой может быть вполне себе умным, приятным и счастливым человеком? Да. Ответ – да. Может быть, приятным, счастливым и тот, и другой. А в чем тогда разница между ними? Ну, вы хотите глядеть на мир со второй ступеньки своего крыльца деревенского дома или вы хотите на коптере взлетать и видеть все его совершенство? Вот вся разница. То есть, чтобы взлететь на коптере нужно… Ну, конечно, нужен сложный мир. Если ты сопереживаешь узкому миру два на два или ты вот осваиваешь всю Вселенную, вот вам разница в текстах. Ну, у сложного мира есть один недостаток, там много боли обычную. Вот Надежда Яковлевна Мандельштам своему супругу Осипу Емельевичу Мандельштаму все время корило, что вот что-то как-то вот нет счастья. На что Осип Емельевич сказал, Наденька, кто сказал, что мы обязаны быть счастливыми? Ну, вот кто сказал, что мы обязаны? Кто сказал, что мы должны положить жизнь на то, чтобы купить шубу, автомобиль, квартиру и хорошо питаться изысканными деликатами? Кто сказал, что это цель жизни? А для вас что? Счастье? Ну, на протяжении всей русской истории были какие-то другие приоритеты. Вот последних тридцать, ну, мне вот страшно не хочется пророкам и проповедь здесь читать, но получается странная вещь. Чем больше мы проедаем, тем больше мы ходим в туалет. Чем дороже автомобиль мы покупаем, тем больше мы за него платим страховку, покупаем бензин и все остальное. Но это же не цель жизни. Ну, вот ваша жизнь Сергея Монского какая цель? Я книжки пишу, я издаю тех, кто до меня не издавался. Я вот оставляю после себя то, что можно потрогать. Ну, а что вас счастливым делает? Вот каждый день, не в каком-то глобальном плане, когда вы поняли, я прожил счастливую жизнь. А каждый день... Я не знаю, вы, по-моему, больше похожи на счастливую барышню, чем я на счастливого мужчину. А я люблю общаться с интересными людьми. Вот, вас делает счастьем общение с интересными людьми. Я тоже испытываю толику радости тогда, когда вот еженедельно для сибирской медиагруппы я делаю интервью с каким-нибудь ученым, выполняя определенную журналистскую работу. И когда я узнаю что-то новое, что я вообще не знал. Вот про гениталии насекомых мы с вами уже поговорили, а вот недавно мне самый главный эксперт в аптечном деле, который проверяет лекарства, открыл истину. Вы знаете, в какой стране самая полезная моча? Самая полезная моча у американцев. Потому что они едят поливитамины мешками и те выходят соответствующим образом. И поэтому у них самое минерально ценное исходящее. это очень вот ради чего люди занимаются наукой. приносит радость. Вот ради чего люди занимаются наукой. Да, что приносит радость? Ну вообще, если быть абсолютно честным, у меня было несколько вариантов, когда я ощущал себя счастливым. Это когда у меня рождались дети, это когда было абсолютное понимание с друзьями, у нас даже с друзьями, когда мы, а у меня большинство друзей в Новосибирске археологи проживают. Когда мы встречаемся, на 3-4 день мы ловим эту ноту и говорим вот сейчас, вот сейчас, сейчас. Как бы вы хотели, чтобы мы вас в Титре подписали? Ну я директор детского технопарка Алтайского края, кавычки кванториум, 22 кавычки закрывается. Можно поставить запятую и написать доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского госуниверситета. Я продолжаю читать лекции. Я знаю, что вот почему я спрашиваю, потому что знаю, что люди, которые занимаются наукой, они очень сильно дорожат вот этим запятая, там, доцент кафедры. Вы... У меня давно этого не было. У меня есть прекрасный пример. Когда Александр Сергеевич заказывал свои визитки, Александр Сергеевич Пушкин, и поинтересовались, что написать-то. Великий поэт земли Рускан сказал, напишите литератор. Вы скромный человек. Я на Александр Сергеевич равняюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова